Здесь у нас в кортежах также помимо правительственных автомобилей, то есть правительственных зилов, вот представлена еще и мотоциклетная техника, то есть Днепры у нас здесь располагаются, вот допустим Днепр 73, допустим вот опять же я рассказывал про мотоциклы К-серии, то есть это опять же Киевский завод, но тогда они еще в Днепре не назывались, это чуть более ранняя эпоха, 60-е, конец 60-х, начало 70-х, вот К-650, К-750М стоит. Машины крайне сильно выделяются из другой, скажем так, мотоциклетной техники, у них своя собственная стилистика, то есть белые полосы, черный, так скажем, кузов, вот, но по сути эти машины строились на базе обычных мотоциклов, то есть которые выпускались, ну и с некоторыми доработками, соответственно, по специфику их работы. Ну и как же я уже говорил, что мотоциклетная техника в кортеже правительственные пришла с Никитой Сергеевичем Крущевым, то есть он это увидел или у американского президента, или у, конечно, во время своего рабочего визита в Чехословакию, что кортеж сопровождает именно мототехникой. Вот он решил добавить, с того времени мототехника стала неотъемлемой частью правительственного кортежа. То есть вот здесь это Брежневский кортеж, то есть у нас во главе стоит ЗИЛ-114, вот как раз-таки, и вот примерно тем мотоциклы, которые, возможно, могли использоваться в те времена. Понятно, что это у нас импровизированный кортеж, он мог менять свою структуру легко, но как раз-таки такие мотоциклы именно в этом кортеже могли использоваться. Вот здесь, если брать за К-серию, здесь уже стоят еще киевские мотоциклы, но это уже, опять же, Днепры 14.9, мы вот только что видели подобный во втором крыле. Ну и, конечно, вот 14.9L стоит с мото-коляской, то есть подоциклы с коляской тоже достаточно активно использовались для сопровождения. Ну, видно, прям выстраивался специальный узор, да, тут во главе два таких, тут с колясками, ну, то есть соблюдалось. Все, верно, некая стилистика кортежа, конечно, у нас уже есть здесь. Ну, еще напротив, вот там кортеж Ельцина-Горбачева, то есть там мотоциклы еще более современные, то есть это все равно еще 60-е, 70-е годы, но вот рядом в кортеже, конечно, у нас располагаются мотоциклы посовременнее. Ну, это тоже понимаешь, что это, наверное, в единичных экземплярах была техника? Да, их спецназначения, мотоциклы, их было сделано не очень много, то есть десятки штук максимум все, и применялись они только в сопровождении кортежа, скажем так, лидеров стран, то есть, соответственно, ну, самых элиты политики, так скажем. Не помню, как сейчас, сопровождают ли кортежи мотоциклы? Ну, зачастую, если встретить какие-то видеозаписи в новостях, то я давно не встречал именно мотоциклы, но на каких-то торжественных шествиях зачастую мотоциклы используются. Но от постоянного сопровождения мототехники сейчас, как я понимаю, нет. То есть проще все равно машинам сопровождать. Ну, вот раньше до, скажем так, нулевых, десятых, мототехника, это неотъемлемая часть, то есть стилистика еще с 60-х, с 50-х в конце. Ну, да, видимо, какой-то был такой элемент статус, внести определенный. Ну, красоты, эстетика, красиво. В целом, устраивается очень красиво. Ну, здорово. А там, то есть, еще есть кортежи, да? Вот кортеж еще сзади есть, вот он прямо напротив стоит. Посмотрим. Это уже кортеж Горбачева-Ельцина, то есть это эпоха конца 80-х, 90-х. Здесь стоит во главе ЗИЛ 41052, кстати, самый тяжелый автомобиль у нас в музее. 5 тонн с лишним весит, но это броневик. Ну, и, конечно, в кортеже, опять же, здесь Днепры у нас. Днепры вообще в, как я уже и говорил, что именно Днепры выбирали для сопровождения. Это киевский мотоциклетный завод, то есть 14.9, который мы видели во втором крыле. Здесь его различные модификации. То есть был Днепр 14.9L и есть 14.9M, допустим. Ну, вот различные, опять же. Они очень между собой схожи, то есть здесь не было колорита разнообразных мотоциклов. То есть, в принципе, это была всегда одна модель различной модификации, допустим, с коляской, без коляски. То есть какой-то спецсвязью, допустим, они тоже, вот, можно увидеть сзади ящики специальные и антенны. Это тоже спецсвязь на мотоциклах. То есть водитель мотоцикла тоже, так скажем, был в системе связи и мог принимать какие-то указания или какую-то информацию сообщать. Да, очень строго классический подход, но красиво. Я так понимаю, что все, основную экспозицию мы посмотрели. Очень много всего видели, Александр, большое спасибо. Желаем вам развития музея, чтобы коллекция ваша пополнялась, расширялась, чтобы очень много людей из разных стран и уголков нашей страны приезжали к вам. Я считаю, что один из лучших музеев страны. Очень классно, что мы сегодня здесь побывали. Спасибо. Спасибо вам, что приехали. Обязательно приезжайте еще. Да, как только будем узнавать о ваших каких-то новинках, будем стараться навестить. Хорошо, будем ждать. Спасибо.